Возводить спортивный оздоровительный комплекс имени двухсотлетия Севастополя будет подрядчик Салгира. На днях правительство города подвело итоги конкурса по определению подрядчика по реконструкции объектов стадиона в загородной балке. Контракт будет подписан с симферопольским предприятием Асгард. Заявка этой компании была единственной. Директоры и учредители этого предприятия Игоря Анацкого в Севастополе знают как руководителя севастопольского подразделения строительной компании «Консоль», в которой он работал много лет. Для крымской компании это первый настолько крупный госконтракт. Ранее общество с ограниченной ответственностью Асгард уже выполнило проектные строительные работы на нескольких объектах, среди которых детские учреждения и общественные пространства. Самый крупный по стоимости объект подрядчика – это реконструкция набережной реки Салгир в Симферополе – около 500 миллионов рублей. Стоимость строительно-монтажных работ на объектах стадиона имени 200-летия Севастополя составляет 1 миллиард 600 миллионов рублей. Контрактам предусмотрен аванс в размере 30%. Работы будут вестись в два этапа. Первый включает реконструкцию трибуны для зрителей на 2000 мест, универсального стадиона с легкоатлетическим ядром, возведение мачт наружного освещения, строительство четырех теннисных кортов – волейбольной и баскетбольной площадок. Для второго этапа запроектирован крытый плавательный бассейн с вышкой для прыжков в воду. Ранее представители спортивных федераций Севастополя раскритиковали проект спортивно-оздоровительного комплекса за несоответствие бассейна современным требованиям. Более того, в старом корпусе находилось три водных чаши, а после реконструкции останется одна. В ответ представители правительства города обещали рассмотреть возможность доработки проекта. В соответствии с контрактом, который должны подписать в ближайшее время, срок окончания работ – декабрь 2020 года.